Сразу две краеведческие книги были презентованы в Старом Осколе. Житие Русиновича Ивана Алексеевича, о трудах инженера-геолога-первооткрывателя крупнейших месторождений Курской магнитной аномалии и сборник Старый Оскол на рубеже веков с фотоописанием основных вех развития города Металлургов. С подробностями Григорий Миронов. Книга Старый Оскол на рубеже веков автором-составителем, который стал местный журналист Виктор Вербкин, пестрит фотографиями, как документальными, так и современными. Издание поделено на три раздела. Первый посвящен истории возникновения города на реке Оскол. Во втором говорится о сравнительно недавнем времени, в периоде, когда в Старом Осколе возникло местное самоуправление. Последний раздел рассказывает об индустриализации города Металлургов. В истории нашей России было две волны модернизации. С 1830 года до 17-го года. Затем с 18-го года примерно до 85-го, 91-го годов. И обе эти модернизации заканчивались политическим коллапсом. Утрачивались результаты индустриализации. Пример Старого Оскола показывает, что здесь сумели сохранить результаты индустриализации. И вот это было основой моих размышлений, попыток что-то проанализировать. Конечно, это такая работа, она под силу, может быть, институту. Но вот что-то я попытался сделать. Городообразующие предприятия округа обязаны своим существованием первооткрывателю месторождения руды Курской магнитной аномалии, геологу Ивану Алексеевичу Русиновичу. Как раз его жизни посвящена вторая презентованная в этот день книга. Ее написал сын исследователя Юрий Русинович, лауреат Государственной премии СССР, участник создания многих видов ракетно-космической техники страны. Оба издания очень ценны для изучения истории Малой Родины и вполне могут стать методическим материалом для введенного в этом году в нашей области предмета белгородоведения. Обе книги — это подарок от авторов Старому Осколу, который в эту субботу празднует День города. Григорий Миронов, Сергей Кириченко, Новости мира, Белогория.